Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу предоставить очередную мушку из подушки, вернее, вот такого вот жука, который выполнен методом плетения. Методом плетения я очень часто вяжу разные мушки, вот как эта нимфочка. Еще другого типа жучки, вот такие, вот такие. Также не совсем жук, но уловистая приманочка и по головлю, и по плотве, и по другой белой рыбе гусеница. Поэтому я очень интенсивно использую, если где есть возможность, метод плетения. Нам с вами понадобится крючок. Я беру несколько побольше, чтобы вам было лучше видно плетение. Вот такая тесьма, как я ее обычно называю тесьмой, потому что покупалась в волонтерейном магазине, и она действительно тесьма. Я ее отпускаю на составляющие для необходимой толщины. Такого цвета и черная. Для начала промазываем, клеим наше цевье и проматываем ниточкой. Доходим до загиба. И здесь будем крепить сразу материал, которым будем мы плести. Я беру, прихватываю прядь цвета шарфтресс. Вы можете выбрать себе любой оттенок, который будет для вас приемлем. Если нет, допустим, такой тесьмы, можно использовать синель. Можно использовать разные нитки искусственные. Так как я вам уже показывал. Все, что у вас есть под руками, пробуйте плести. И крепим теперь черную. И заводим немножечко за наш загиб. Две пряди нашей тесьмы. Промажем клеем и хорошо промотаем, чтобы у нас в последующем наше тело не проворачивалось. Для крепления тела я подготовил обыкновенные два обрезка пеночки, которые у меня здесь завалялись. И закреплю сразу их на месте загиба. Две половиночки. С одной стороны закрепил, прихватил. И с другой. Можно цельный кусочек, но скажу вам сразу, что с двумя половиночками управляться легче, чем с одним цельным непослушным кусочком. Промотаем здесь хорошо нитью. И теперь возвращаем нашу нить к месту крепления нашей пенки. Посмотрим, как она у нас будет смотреться. Надо еще немножко подмотать. Подмотаем еще к загибу. Вот где-то так теперь. Теперь промажем еще клеем и будем прихватывать нашу пеночку к телу, придавая небольшую форму нашему жучку. Прихватывать нашу пеночку. Промажем еще немножко пенку. Пока клей наш схватывается, я для того, чтобы более качественно у нас схватывался, прихватилась наша пенка, я немножко промотаю даббингом выровням тела. За счет рыхлости даббинга у нас хорошо приклеится пенка на цевье и не будет проскальзывания. Можно использовать натуральный синтетический даббинг, какой у вас будет в наличии. Большого значения не имеет. Главное, чтобы мы придали небольшую вот такую рыхлость, что не позволит в дальнейшем прокручиваться нашему телу. Еще немножко добавим. Вот так. И теперь берем, направляем нашу пеночку по месту крепления и прихватываем в районе брюшка. Вот так. Раз. И вот так. Два. Вот так подхватили. Как видно, тело наше получается вот такой формы. Это не страшно. Подержали немножечко, пусть приклеится. Делаем в этом месте завершающий узел. Убираем нить. И приступаем к плетению. Для более качественного крепления нашей тесьмы промажем немножечко еще нашим клеем. И прямо поверх клея будем с вами производить плетение. Промазали. Снизу промажем. За счет этого наша мушка будет хорошо плавать. Так как пенки у нас здесь достаточно. И не будет так разрушаться в зубах нашей рыбки. Вот мы подготовили такое тело. Теперь я поставлю немножечко в неудобное положение для себя. Но так, чтобы вы могли видеть. Я хочу, чтобы у меня зеленый цвет шартрес был сверху, а черный был снизу. Формируем петлю, как я уже вязал весняночку. И делаем накиды. Вот так. Видите? Раз сформировали петелечку, подтягиваем. Подтянули. Дальше делаем опять. И так все операции, пока не дойдем до нашей грудки. Опять накинули. Опять подтянули. Следим за тем, чтобы место затяжки у нас всегда получалось с одной стороны. Вот так. Отлично. Вот у нас получается вот так с плетением. Я поверну, наверное, немножечко еще к вам. Чуть больше. и плетем. Подтяиванием мы как раз формируем наше тело, какое оно должно быть формы. Больше и меньше. Подтяжкой мы закрепляем наши пряди формируем тело. за однородная. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у нас низ, вверх... Вот мы с вами довязали до места крепления грудки и головы. Вышло у нас вот такое симпатичное тело. Крепим нить, закрепляем нашу тесьму и отрезаем. На месте крепления я немножечко промажу клеем и буду крепить первую пару лапок. Лапки я делаю из вот такой силиконовой резинки. Если у вас нет в наличии, можете использовать обыкновенную резинку из подтяжек, как вам будет удобно. Так как первые лапки у меня должны торчать назад, я выбираю изгиб своей резиночки так, чтобы он у меня, мои лапки смотрели назад. Вот так крепим эту... Подхватили, подрезали, что мне мешает. Следующая пара лапок у меня будет идти вперед, но прежде чем мы закрепим, я подготовил вот такой кусочек пенки. Он у нас будет выполнять роль пенка глазиков. Значит, я делаю вот такой прием. Раз, два и разворачиваю вот так, как вы видите, вот в таком положении. И теперь здесь же креплю восьмерочкой. Следим за тем, чтобы наша пенка никуда не уходила. Подкрепили, домазали немножечко клея, добавили на месте крепления. Крепим вторую пару лапок. На месте крепления я немножечко промажу клеем и буду крепить первую пару лапок. Лапки я делаю из вот такой силиконовой резинки. Если у вас нет в наличии, можете использовать обыкновенную резинку из подтяжек, как вам будет удобно. Так как первые лапки у меня должны торчать назад, я выбираю изгиб своей резиночки так, чтобы он у меня, мои лапки смотрели назад. Вот так, крепим эту. Мы подхватили, подрезали, что мне мешает. Следующая пара лапок у меня будет идти вперед. Но прежде чем мы закрепим, я подготовил вот такой кусочек пенки. Он у нас будет выполнять роль пенка глазиков. Значит, я делаю вот такой прием. Раз. Два. И разворачиваю. Вот так. Как вы видите, вот в таком положении. И теперь здесь же креплю восьмерочкой. Следим за тем, чтобы наша пенка никуда не уходила. Подкрепили, домазали немножечко клея, добавили на месте крепления. Крепим вторую пару лапок. Лапки я креплю так, чтобы не отрезать лишнего силикона. Остатки и резинки у меня выполняли бы функцию усов. Отрезаем еще кусочек. И закрепляем с другой стороны. Поправили. Если не становится, как вам хотелось бы, вот видите, все стало уже хорошо на свои места. Подтянули, развернули. Очень податливый материал. Эта резиночка силиконовая. И прихватили окончательно на месте крепления. И теперь берем с вами черный даббинг. Голографический. Если нет черного даббинга, вот такого, можно взять перо павлина. Так как мы с вами не будем армировать во время намотки павлинями, перышками. Я промажу немножко клеем вместо крепления, чтобы не так рыбы погрызли. Крепим наше перо. Следим за тем, чтобы наши лапки не попутались сильно. Вот так. Пару прихватов. И нить уводим в сторону колечка. Оставляем здесь. И теперь делаем намотку. Скручиваем наши перышки. И теперь делаем намотку за лапками. Парочку оборотов сделаем. И хорошо проматываем теперь между лапок. Поправляем, чтобы наши лапки не путались. Так, подровняем. И с помощью павлиниевого пера формируем хорошую красивую грудку. перо формируем. Еще промотаем сзади. И в самый завершающий момент мы с вами переводим перо и делаем пару оборотов через глазки. Пойду. 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 Сюда. Пойду. Пойду. Вот у нас вышла, сейчас я еще немножечко закреплю. Вот у нас вышла такая конструкция. Теперь мы остатки пера отрезаем, место крепления пера промазываем сейчас нашу нитку и место крепления пера на голове промазали нашу ниточку и делаем сразу завершающий узел. Вот так подтянули, обрезали. Вот у нас вышла такая конструкция нашего жука. Теперь нам остается только с вами подровнять лапки по длине, чтобы они не были сильно в растопырочку. Подровняли немножечко усы. Вот такая величина глазок нам не нужна. Я беру их укорачиваю приблизительно наполовину. Раз. Вот вышла такая конструкция. Теперь нам остается только лишь фломастером закрасить наши глаза и наш жук будет готов. Вот я покрасил черным фломастером ласки, приклеил глазки, которые, как я уже вам показывал в фильме, изготавливаются любой расцветки и любого диаметра. И у нас получился вот такой симпатичный жук, как вы видите, который с успехом ловит любую живность, которая питается жучками. Все. Благодарю за внимание. Если у вас какие вопросы, пожалуйста, на канале я вам отвечу или по почте. Спасибо. До свидания.